Нельзя верить ничему, что написано в интернете. Владимир Ильич Ленин. 2012 год. Двое скучающих студентов из Великобритании придумывают розыгрыш и решают опубликовать его в интернете. Само по себе их вранье безобидное, но оно начинает выходить из-под контроля. С ним начинают делать школьные презентации, музей и телевизионные шоу начинают подхватывать это и даже включают список претендентов на печать на 50-фунтовой купюре. В это время двое друзей просто сидят и офигевают от того, как далеко могла зайти их невинная шутка. В этом видео я расскажу, как двум друзьям удалось создать правдоподобную ложь, которая продержалась в интернете более 10 лет. Но самое главное, при чем здесь изобретатель тостера? Если вбить в поиски изобретатель тостера, то порывшись по ссылкам и картинкам, можно увидеть упоминание некого Алана Макмастера и даже увидеть его фото. Пару лет назад была большая статья в Википедии, в которой рассказывалась биография Алана, а также, как он изобрел тостер и даже загруженные его фото. Только вдумайтесь, статья просуществовала в Википедии более 10 лет, пока 15-летнему Адаму фотография Алана Макмастера не показалась подозрительной, и он не загрузил эту статью на специальный форум, в котором обсуждают фейковые статьи из Википедии. Один из пользователей пробил метаданные фотографии, и оказалось, что она была обработана в фотошопе. Но возникает вопрос, кто же такой этот загадочный Алан Макмастер? Это настоящий Алан Макмастер. Он жив и здоров, ему 30 лет, и он работает инженером. Но не инженером тостеров, а инженером в аэрокосмической отрасли. И он помог распутать всю эту загадочную историю. В первый год университета на занятии один из профессоров учил нас навыкам исследования. Он сказал, что нужно быть осторожным и не использовать Википедию как источник информации, потому что не знаете, кто может выдать себя за изобретателя тостера. И друзья решили зайти в Википедию и объявить себя создателями тостера. Это было 6 февраля 2012 года. В тот момент Алан Макмастер из случайного студента превратился в изобретателя электрического тостера и сохранил этот титул на довольно длительное время. Всего через пару месяцев британский таблоид The Daily Mirror опубликует статью. В этой статье рассказывается о повседневных изобретениях, которые были сделаны британскими гражданами. И угадайте, кто оказался в этом списке? Вымышленный изобретатель тостера Аллен Макмастер. И вот тогда друзьям стало интересно, как же далеко это может зайти. Они решили создать целую статью только про Аллена Макмастера, изобретателя тостера. Алекс создает статью в Википедии, в которой во всех подробностях описывает биографию Аллена Макмастера. Ну, у ребят с фантазией было все в порядке. Например, там есть эпизод о том, что тостер был создан после того, как Аллен перепил виски. Его тостер стал причиной одного из первых смертельных пожаров Великобритании, убив женщину в городе Гилфорд. Макмастер отрицает любую вину. По его словам, женщина не проявила должного уважения к мощности электрического тостера, оставив его без присмотра. Также, по версии ребят, Макмастер изобрел еще несколько полезных изобретений. Например, провел освещение в метро и изобрел электрический чайник. Конечно, каждая приличная статья в Википедии нуждается в фотографии. Поэтому, чтобы повысить онлайн-авторитет страницы, Алекс загружает изображение самого себя. И чтобы не сильно заморачиваться с одеждой, друзья просто наложили эффект порванной фотографии и кучу черно-белых фильтров, чтобы она оказалась старой. В течение следующих нескольких лет многие веб-сайты подхватывают историю Аллена Макмастера. Несколько СМИ распространяют ложь еще дальше, включая BBC и Washington Times. Школьники делают презентации о ней, музеи и книги официально считают его изобретателем тостера. Многие из ссылок используют поддельную статью в Википедии, создавая так называемый замкнутый круг дезинформации. Начальные школы в Шотландии даже проводят специальный день памяти в честь Макмастера. Студентов просят писать стихи о нем, разрисовывать ломтики тоста и даже мастерить свои собственные тостеры. Участники британского шоу Great British Menu посвятили десерт великому изобретателю тостера, а хлебной компании пишут о нем твиты. Эпогеем стало то, что в 2018 году Банк Англии выдвинул Аллена Макмастера в качестве претендентов для изображения на 50-фунтовой купюре. То есть, представляете, вымышленное изображение могло попасть на купюру в 50 фунтов. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы в 2022 году Адам не раскусил эту статью и в течение суток Википедия не прикрыла бы эту статью. Теперь на ней висит табличка о том, что статья вымышленная и фейковая. Несмотря на розыгрыш, бывшие студенты не разочаровались в Википедии, и один из них даже является активным редактором статьи Википедии. Но теперь он уже не пишет никакие фальшивки, а все редактирует правильно. Так он сказал. Инцидент с тостером является достаточно редким случаем, и Википедия остается довольно-таки достоверным и полезным источником информации. Но случай с Альным Макмастером напоминает нам, как важно дважды, а лучше трижды проверять информацию в интернете. Эта история является отличным примером кругового репортажа, когда репортер берет статью из Википедии и на ее основании пишет свою статью. После этого Википедия, ссылаясь на статью этого репортера, уже удостоверяет ту информацию, которая есть у нее. То есть получается круговорот дезинформации в природе. Кстати, настоящий тостер изобрел американец Фрэнк Шеллер в 1909 году. По крайней мере, так написано в Википедии. Продолжение следует...